Добрый день! Я расскажу, что такое NFT, что такое блокчейн, что такое валюта. Какие можно сайты перерабатывать, наркотическое распределение. Сегодняшняя тема, как этот планет и история будет перерабатывать. Как думаете, сколько может стоять участок перерабатывать? Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Какое прошло все время! Смотря на каком марсе. Хорошо! Смотря на вселенную, я строю Марс. Если на этом. Смотря на то, какая была конкуренция. Никому не надо, тогда и вообще стоит не будет лететь на Марсе. Живи там. А если будет конкуренция, то он дороже. Ну давайте допустим полбиллиона рублей, один метр. Ну ладно, я была не учебная, но я говорю про NFT. Командер работчиков, Макс 4, преработала в большинстве. Участок, ну я зовут Макс, а по данным. Я перерабатываю пилотку, вы можете меня кинуть, смотри. Смотрите, сколько там участок. Один участок дается за 58 долларов. И участок у них произведена на около 97000. Один участок. А сколько места уже? Половина? Честно, я не знаю. Это странная, не семейная. Отключать для идею игры. Игры, жанры жевания. Как говорят, работчики. Когда, если покупаешь эту землю, ты можешь ее... Ну ты инвестируешь в эту землю, ты можешь представить рекламу. Как реальную жизнь. Одинамать землю. Представить рекламу. И в этом будет свой вопрос. Что же такое NFT? NFT это... NFT это... Малый фаговый токс. Это не взаимодействие с реальностью. Знаете, честно? Да. Ух. Игры, это отличная. Ликвидыч. А.. Ну и что, все-таки. Малый. В кое-как . Смотрите, что он. Мы скажем. А, а... То есть, NFT это... Цифровой швер, фору, вментирует. Не кодерутман. А, а, да... А, а, да. Это может быть изображение, это может быть музыка, это может быть компьютерные игры, это может быть форт, в любой вообще. И НМТ является большой ценностью для коллекционеров, для ароманов, для любителей, любителей, любителей. Почему его покупают? Во-первых, люди будут владеть чем-то. Двести люди будут покупать в других английских. И еще одна причина, почему люди покупают. Потому что если вы купите в прямую большую часть какого-то сообщества. Криптовалюта, это фаркбик токен, где можно заменять криптовалюта. То есть, например, один биткоин, пять точный код и три другого биткоина. И это позволяет НМУ называться, как говорится, в принципе. Все токи не хранятся у получения. У получения – это огромная цепочка блоков, каждый из криптовалюта, который содержит информацию. То есть, по сути, это предъемные данные, которые содержат информацию от своего награда. И в отличие от CBO, обычно, где информация находится в одном месте, улучшение информации на разных устройствах в разных блоках средствах. И на все токи от клиента – это просто записывание не было. В какой системе, в общем, в системе безопасности следствием замену, потому что в лучшем случае не будете взломатенько находить одно место и заприканных скочек. Поэтому, нормально отлично. Теперь, нормально строить тех фарктов, которые вы записываете и можете чектировать. Это оперативное Backpage. Первая история – это у нас была продана карта NFT заступчатность с гражданами. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 Это то, что мы не делаем. Я приняла два упражнения, которые не очень важны. Первое – это смарт-контакты. Это главное особенно смарт-контакты. По сути, это обычная плодинка, которая принесла все данные о контактах, о плодении, которое исправляет плодение. Я бы привела по работе с обычными контрактами. Смарт-контакты, они отвечают за подписание с помощью такой подписи. Они виртуальны, хранятся в обучении, написаны на инфекционировании, без потребников и используются, чтобы добывать в ритуале. И еще главное с этого получения является то, что ты не только хранишь информацию и передаешь ее, ты можешь его запускать. Он запускается с помощью смарт-контакта. Как это все работает? В самом низу вы можете видеть в этой блокчейне цепочки. Это технология, которая позволяет вам обменивать полиции за какую-то определенную конечность. По сути, это блокчейн – это одномомровая сеть, которая передает всю информацию. То есть, если вы помещаете информацию, то никаким образом она не пещеря. То есть, она попала сюда – и все. Допустим, у вас есть собственный сайт, собственный сет. Как это все происходит? Сначала вы включаете кошелек. Кошелек. Кошелек, с помощью первого узла, с помощью расширения браузера. Браузер общается с блокчейном через официальную машину. Оно подписывает смарт-контакта и перейдет в блокчейн сети, в глобальную блокчейн сети. Спасибо. Ну, следующий вопрос, если вы учите, что когда владельцы тоже потеряют тех, за которые они заходят, зачем тогда люди покупают данные, за те наслаждения, которые они здесь и сейчас получают? Ну, в блокчейн вообще не работает система. У нас тоже нужно сохранить исчезновение. Если государство исчезнет, то у нас тоже никакой карантина может осуществить. Мы полагаем всегда, что они могут исследоваться, если не исчезновение. Да не факт. У нас же сколько раз заменялось право государства, была царская Россия, была царская Россия, право собственности, а человек, допустим, войдет. Это уже договариваются. То есть, никто не континент. И аспиранты? Если они попадают? Ну, дальше сложнее. На данный момент государство регулируют периодические аспекты, да? Если, например, у вас соседа пришла и сказала, теперь я один живу. И как? То ли же, которые у нас будет, то ли у вас не будет. Ну, то есть, вот, откатиться на те... Сейчас видят, вот, например, о них и связь на связь. Ну, связь на связь на связь. Да, а права... Сейчас вы говорите, чтобы никаких гарантийных не было. Спасибо. 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 Сейчас привела вам кайфеку. Сработает. Сейчас я хочу отнести, например, на сайт, который я работаю. Сейчас вы видите, это вот здесь. Здесь выпускает мастер. Вы получили этот билет за дюймами. Но для этого к нам бывает этот билет. Я не могу сейчас продемонстрировать покупку билета и бизнес-поем, потому что читальщик сейчас не будет. Допустим, при вверх вам нужно сначала включить кошелек. Вы на курсе расширения галлера включаете недамаскер. Дамаск – это кошелек. Она общается с сетью и хранит, что она работает. Шифруют кошелями и хранит. Допустим, что она у вас будет. Как вы регистрируетесь, вы вставляете в свой экран. У каждого экрана есть собственная личность. Вот. Здесь также будет отображена ваша кошка и ваша кошка. Допустим, они разные? Допустим, они не обладают. Да, они не обладают, но на нас в поле. На беременном поле. На беременном поле. Подбираем. То есть это нужно на этом сайте через натомабо логинце. И не именно на этом сайте посетили. Итак, получается, все будет. У нас отрываем. У нас сайт, получается, будет ли власть аналитета? Или… Бравди. Бравди. У нас есть два сайта, это комиссиальный комиссия или калекс? Я сейчас нажимаю, ну, мне нужно включить мой кошелек, я нажимаю, я нажимаю, я нажимаю, я нажимаю, мой кошелек. То есть сайт, предлагая к разным кошелек, если мы там сходим, что вы кошелек, то он здесь может определиться, или можно вам запечатать? Четверо? Который принимает сайт? Нет. Который сайт принимает, там на сайте рекомендации есть, либо который взяток сайт? Есть, тут мы выбираем 4. То есть автоматически сайт принимает какие доступны, или вы заранее какие-то оптики подключаете, что лучше пересекать, допустим, у меня домой идет? Звание. Ну. То есть вы решили, что ты 4 по форму поддерживаете, вы шагаете? Ну, это не сможет, если вы не сможете, вы можете, вы не даете свой вопрос? А, почему? Угу. Я говорю, то есть, было важно именно, что сайт район-розанинский, вы шагаете на работе, какие-нибудь местные, какие интересы. Ну, просто, я стаканом есть, только, можно через год, чтобы установить, да, что с трассом, что с металомастом. Ну, если у тебя есть адрес эфира, то ты же можешь его в Митамас добавить, или в празд, или в любое там, или в любое. Правильно? Правильно? Ну, у тебя же есть сикфан для того. Сикфан уже есть у тебя, твоего эфира, салатница? Ты же им владеешь. Ну, смотри, мы делаем кошелек в неделю, заводим счет эфира не через кошелек, да, а на самом сайте эфира. Ну, мы же можем через официальный сайт эфира от Митамаса создать себе счет эфира эфира. Не через кошелек. Ну, я бы не замечала, я бы не делала. Ну, ладно. Нет, просто я давно, я не знаю, если у нас есть этот токаут, мы же можем через кошелек зайти. Ну, да ладно. Я, когда я регистрировалась, у меня сразу Митамас включается расширение. То есть, ты через Митамас зарегаться? Создал распределение? Да. Ну, можно просто зарегаться к самому эфир. Моя зарывали, это сайт, и тебя будут все включить. Что такое эфир? Вот. 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 Мой сайт, общаясь с вами, он отсылает все глобальные сети. Подробнее можно сказать? То есть, если я вот нажму сейчас на кнопку, что дальше будет происходить? Ну, купите тикет. Я залогину, если я нажимаю, а дальше что происходит? Ну, без технических, там, без JSON, а по-моему, так, по-пакту. Вот, я купила билет, у меня все это работает. Нет, это золотые билеты. То есть, я нажимаю на кнопку, у меня деньги списываются, сфиксируют, и все? Или я там должен, например, попрежнить транзакцию, или как вообще, все работает? Ну, ты переходишь на сайт Метспресс, и ты не должна поставить. А, то есть, у меня редиректор на вот этот сайт? Да. А, у меня здесь надо будет информационный отчет. Да. А там надо будет включать? Там, ну, включать, что было в темном университете, а в темном университете, а в темном университете. А зачем? То есть, если оттуда просто редиректор на университете, то смысл у меня там логиницы, или там логиницы? Я же могу сразу здесь купить. Или это будет что-то я не только куплю, или как? Нет, просто не могу понять, вот в чем смысл у меня на левом сайте каком-то, ну, там при логинице. Если у пенсии известный сайт, то там вообще в чем ремонт? Ну, а у вас это? Это может быть фишинговые сайты. Ну, сейчас же все, вот, и к сайту. Это именно твой сайт, который ты купил? Ты, например, переразмещаешься... У меня со стороны пользователя обсуждают в позиции юзера. Я вот хочу купить бизнес, который мне зачем через сайт покупать. То есть, зачем на это редиректор нас авторизовываться на сайте, нажимать на кнопку, в которой мы перейдем на пенсии, а авторизовываться и кому-то покупать. То есть, это, по сути, просто как витрина. В округом в одном магазине нам прилягиваем посложенную систему, την вегетрируют, в том числе, так, да и не домен. У меня тут же необычное необычное, а здесь достаточно много. Возвольте сухчарную систему, то есть у них диск из-поделескало, все планируют, в том числе, что вам купили? Есть? Есть осталось? Я. Может, это, понятно, довольно статистическое подойдло, но вот у меня есть хорошие вопросы. Давай, кстати, послушай. Извини, если я вопросами в тему забыл. Нет, потому что те выживают, потому что еще больше всего больше всего. Теперь рассмотрим статистическое подчисление. Принятие – это всего лишь статистическая, которая поддерживает ваших товаров. А когда вы соберете, вы соберете именно. В следующие 4 продажи вы соберете покупать и покупать. И по следующей 4 продажи оно соберется все менее билетами. Когда вы делаете платеж, решение контакта принимает билетическое лицо. Это ваш банк, который уже от вашего лица делается в получении же, вообще не включая банк, структуру и своей цепочке. Ну, нагрузка, она идет на множество вычислительных систем, что дает привычество вычислительной системе. Каждый компьютер вычислительные данные о вашей транзакции. И, по сути, когда вы можете попасть в вашей системе, то, по сути, вы говорите всему миру, что это… ваша лица, вы не надеялись, что это ваша лица, вы не надеялись. Ну, если вы говорите, что ваша лица, вы говорите, что ваша лица решена. И еще. То есть, потом мы забываем как-то визу, если сразу у нас сейчас перейти на шкалах, то это… Ну, это… И с точки зрения наукового уважения, с точки зрения российского народа, в данном случае, в данном случае, у него не надо было вообще... ...вашей практике, потому что с точки зрения российского признанинства, в принципе где и для России? Какие еще? Сейчас заберется. Да, потому что с точки зрения российского появищества. Продолжение следует... 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 У меня все. Можно сказать, что выучение I&T это очень интересное, очень назывательное темное. И я считаю, что это очень важно. Вопрос у меня. Я летела с Марса и мне сказали, что у нас Россия сейчас I&T. Начали ты с самых Азов, допустим. Я не углублялась в эту тему вообще. Увидела, что мы были мероприятия в I&T. Расскажите, как создается дальше? Ну, к байтаму, просто как для меня. С точки зрения пользователя это очень сложно. Уходишь, может быть. Ну, стараюсь. Это можно? Кто его спробует? Ну, по примеру, это может быть, допустим, что это может быть билет, либо какая-то картинка. Либо там музыка, либо там видео какое-то. Есть определенный маркер. Я просто резюмирую, правильно? Я не понимаю сейчас, если вышесказано. Есть маркерплейсы именно для I&T, правильно? Я загружу туда, и сама я владелец, например, загружаю туда картинку, и я становлюсь владельцем какой-то I&T, правильно? И там есть такие же пользователи, как меня, которые тоже предлагают что-то. И получается, кому-то нравится мое, мне понравилась чай-то, и дальше процесс. То есть я выбираю и что-ли покупаю. Ну, так вот. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...